В этом году по сравнению с прошлым годом заметно снизилось количество пострадавших от пожаров. Областной департамент по чрезвычайным ситуациям перед началом отопительного сезона возобновил работу по разъяснению правил безопасности. Более подробно о том, какая работа ведется в данном направлении, расскажем далее. За минувший отопительный сезон произошло 125 пожаров в жилом секторе. В результате погибло 3 человека, пострадало 7 человек, в том числе один ребенок. Отравились угарным газом трое, двое из которых дети. Еще один человек погиб. Все несчастные случаи произошли по причине нарушения требований пожарной безопасности. Вместе с тем, в сравнении с прошлым годом, число возгораний и количество погибших и пострадавших в пожарах людей сократилось на 40%. Сотрудники ДЧС проводят масштабную разъяснительную работу среди населения. Регулярно организуются рейды в жилых секторах. 14 августа работники ведомства приступили к предварительному подворовому обходу. Также новые системы бытового газоснабжения оснащены 10,5 тысячами датчиков реагирования на возгорание. В целях недопущения пожаров, взрывов и отравления людей угарным газом предлагается 1. усилить работу по обеспечению жилья социально-узыбинных слоев населения датчиками угарного и природного газа. Список адресов нами отработаны с органами соцзащиты. Под особый контроль взяты газозаправочные станции, осуществляющие розничную продажу жиженого газа в бытовых баллонах. Последним послам начальника ДЧС обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние бытовых баллонов. В соответствии с законом розничная реализация жиженого газа в бытовых баллонах осуществляется газосетевыми организациями. Однако, несмотря на это, ряд АГЗС продолжает игнорировать требования закона. Здесь предлагается совместно усилить профилактические рейды с привлечением мер административного воздействия к нарушителям. Третье. На территории области имеется 23 социальных объекта с автономными котельными, расположенными внутри здания. Это у нас 17 школ, 4 спортивных объекта, 1 поликлиника и 1 музей. Факты взрывов и пожаров таких котельных несут потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. В этой связи предлагается профильным управлением завершить работу по выносу таких котельных из основных зданий. Аким области поручил провести работу по дивантажу котлов и переносу их в отдельные здания. Пустой. Зимний отопительный сезон должен быть проведен без эксцессов. Областным Акиматом была оказана поддержка и выделены необходимые средства. В жилых домах и социальных объектах не должно возникать аварийных ситуаций. Следует разработать соответствующий алгоритм работы с ответственными учреждениями и усилить контроль за подготовкой и прохождением отопительного периода. Еще раз напоминаю, что зимний отопительный сезон – самый актуальный вопрос для жителей региона. В случае ошибок будет учитываться личная ответственность всех руководителей учреждений.